Этот пес был достаточно стар, но все равно прекрасен. Он сидел на улице и ждал. Днями, неделями. Люди пытались заставить его уйти с насиженного места, но пес не сдавался и возвращался снова и снова. Он был уверен, рано или поздно любимый хозяин придет за ним. Многие подкармливали несчастную собаку, чем могли, хотя бы чуть-чуть. Люди поступают по-доброму чаще, чем нам порой может казаться. Пес с радостью брал все, что ему давали, и даже кивал, как будто выражая свою благодарность. Но все равно не отводил взгляда грустных глаз от проезжающих мимо поездов. Когда поезд останавливался и из него выходили пассажиры, пес рассматривал толпу очень пристально. Искал своего хозяина. Но того все не было. Женщина, продающая пирожки на станции, могла лишь возмущаться этому. Как можно быть таким жестоким? Бросил несчастного пса и горя не знает. Оказалось, что пес уже год сидит на перроне и ждет. Я видела этого хозяина. Выскочил на минутку из поезда. Пса привязал на этом самом месте, тут же зашел обратно и уехал. Пес даже не дернулся. Сидел и ждал, пока за ним вернутся. И до сих пор вот так ждет. Смирный. Несчастный. Говорит женщина. И вот однажды пришел очередной поезд. Пес, как обычно, поднял на него взгляд. И тут же сорвался с места. Из поезда вышел мужчина. Он озирался вокруг, как будто искал кого-то. Мужчина был совсем старым, в его руках была тросточка. Пес подбежал к нему и прыгнул на него с такой силой, что мужчина чуть не упал на землю. Он обнял собаку, прижал к себе и заплакал. Родной мой. Чинар. Прости, умоляю. Я так виноват перед тобой. Милый мой. А пес все лаял, как будто не мог поверить в свое счастье. Странно. Вроде бы другой человек тут собаку оставил. Ничего не понятно. Кто это был? Удивилась продавщица пирожков. Старик сел на лавочку и начал говорить о том, что случилось. Чинар примастился рядом, как будто боялся отойти от хозяина хоть на миг. Я серьезно заболел. Попал в больницу. Сердце слабое. Попросил внучка своего, Гену, присмотреть за Чинаром. Я ведь пса моего больше всех на этом свете люблю, не пережил бы, случись с ним что. А Генка возьми, да и отвези его сюда. Бросил на перроне и уехал. А мне сказал, что Чинар просто сбежал. А я ему не поверил. Мой Чинар никогда бы не убежал сам. Я искал его много дней, но не мог найти. Спрашивал у внука, куда пес делся, а тот лишь квартиру требовал на него переписать. Тогда говорил, что скажет, где Чинар. Я сделал все так, как он хотел. И только тогда Генка сознался, куда собаку отвез. Старик погладил пса. Я очень боялся, что Чинар меня не дождется. С ним что угодно могло случиться. Я не смог бы простить себя за это. Но все так хорошо сложилось. Мы в деревню поедем, моя школьная подруга согласилась нас приютить. Она мужа недавно схоронила. Говорит, что всем хватит места в ее опустевшем доме. А вам всем огромное спасибо, люди. Вы кормили моего Чинара, я всем вам обязан. Мужчина встал и пошел вместе с псом к прибывшему поезду. Они держались рядом, как самые близкие друг к другу существа во всем мире. Человек и пес. Сделавшие все, что было в их силах, чтобы воссоединиться. Пес ждал своего хозяина целый год. А человек отказался от своего имущества ради собаки. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.